На канале Карлус выходят отличные, небольшие, самое главное интересные видео по Heart of Iron 4 и различным модам к ней. Автор выбирает максимально интересные страны и цели для прохождения. С недавнего времени Карлус выпускает сюжетные видео вместо привычных летсплеев. Стабильный выход видео, а также грамотное повествование не заставит вас заскучать. К тому же в скором времени помимо видео будут проводиться стримы. Давайте поможем набрать каналу 3000 подписчиков. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Итак, всем привет, с вами Эмбур, продолжается наша кампания The Legion of Cesar. Сейчас мы здесь по фокусу выходим к убийству титанов, который дает поводы на войну с этими вот южными странами в Мексике. Но я решил сфабриковать претензию на эту страну, потому что, ну пока мы к этому фокусу выйдем, тут плюс 30 дней, мне быстрее вручную было претензию эту сделать. И она будет готова через прямо сейчас. Поэтому давайте уже нападать. А вот насчет фокуса убийства титанов. Безумные боги Мексики угрожают все пустоши одним только своим присутствием. Быть может их возможности и выше человеческих, но уже исходя только из этого можно сделать вывод, что они никогда не смогут понять нас ввиду личностной деформации, а следовательно и разумно руководить нами. Плоть слаба, но и металл имеет свойство ржаветь. А вот деяние ее вечное. Давайте на практике докажем преосходство человека над машиной. Здесь же боги, это машина, искусственный интеллект. Но. Убийство титанов. Здесь их самые слабые места, этих титанов, главное в них это вот найти слабое место. Это то, что столица находится прямо вплотную к нам, посмотрите. Она почти грани... Так она граничит вон с нами. Вот эта столица следующего тоже будет граничит с нами. Ее бахаем сразу, у них процент капитуляции. Опа. Чуть-чуть проходим, и этого хватает. Здесь у Тлахтлояна почти провок национальных захваченных нету. Вот только вот это, наверное. И все, по сути, нету. Поэтому его захватить будет достаточно просто. Единственное, что у него войск больше. Тут намного меньше, поэтому тут проблемы быть никакой не должно. Но, а тут, конечно, может оно возникнуть. Захватить также нужно будет вот этого, наверное, чтобы еще границу здесь получить. Через реки атаковать вообще не хочу, но, видимо, придется. Здесь в основном пройдем, тут территория тоже не национальная. Авиация стоит. Поехали, в принципе. Нажимаем автоплан. Здесь спокойно давим. Тут, конечно, они нас атакуют, но я так поставил просто лениво войска по всей линии фронта. Не ставил там, где как раз надо побольше войск, потому что они даже единичку здесь не пробьют. В общем, проходим здесь двумя армиями. Столица теперь тут вот находится, она спокойно голенькая. И теперь берем поселение вот это и ее. Все. Вот и вся война. У них там, кстати, робота было 5000. Тоже все это захватываем. Мексику я планирую себе целиком подчинить. Хотя можно, допустим, выделить здесь какую-то страну на юге, целиком не брать. Но мне кажется, что будет лучше, если мы здесь захватим это дело. Мы очень часто создаем здесь марионетки. Может, через легион стоит поиграть без марионеток. Ну, для разнообразия чисто. Потому что у нас марионеток этих, в принципе, ну и так хватает. Ну, у нас не так уж и много, конечно, но, тем не менее, вот этот огромный мне уже не нравится. Я хочу их себе присоединить. Это, надеюсь, как-то можно будет сделать. Потому что странно будет, если нельзя. Матери-близнецы, он еще здесь захватывает страны. А вот шифры, я, конечно, фигею. Насчет шифров они здесь захватили. Нашу марионетку Навахо. И живут здесь спокойно. Нормальные. С матерями-близнецами, я здесь, смотрю, воевали и забрали у них территории. Но целиком, смотрите, их никто не захватывает. Поделили сейчас их поход на две части. Теперь они тут еще сбалуются. В общем, удачи им. А мы двигаемся вот сюда. Кстати, странные места. Пустошь наполнена остатками прошлых веков. Может, мы найдем что-нибудь полезное в этом пепле. Это вроде как связано с зоной 51. Это раньше. Да, это вроде как с ней. Некоторые из наших слышали слухи о строении в середине ничего. Обломки металла, высокие здания с бетоном. Что странное, конечно. Но тут, конечно, по шансам. Все, давайте прожимаем, посмотрим. Может, получится что-то интересное добиться. Так, а амбиции легиона можно еще прожать. А, хотя нет, это лучше не прожимать, на самом деле. Насчет дамбы сказали, по решению можно как-то дамбу восстановить. Вот эти два проекта, они у нас были со старта игры. Я думаю, то, что можно их восстановить. Это вот АЭС и испытательный полигон Юма. Давайте этих два мы будем восстанавливать. А, ну, по одному. Понял. Ну, вот, кстати, АЭС это было бы неплохо. Потому что здесь мы получим элитские ресурсы, кстати, по завершению. И еще 50 единиц электричества. Пройдет событие, подтверждена протечка радиоактивных материалов. Нормально. Ждем тогда мы ее, раз нам сообщают прямо об этом сразу. Насчет дамбы я здесь не вижу никаких решений на ее улучшение. Там нет такого просто здесь. Кстати, продвинутые огнестрельные оружия. Опа-на. Короче, суть в том, что мы полностью не являемся цивилизованной страной. Здесь по оружию можем, по технике можем. А выходишь в инженерию? Не можем. Здесь недоступны, как бы, технологии цивилизации. Промышленность. Это доступно, а это нет. То есть, производство есть, а строительство не можем дальше прокачать. То есть, у нас там техника, танки, а мы не можем выйти в металлообработку. Вы понимаете, в чем суть? У нас там танки уже. Целые армии из танков. А мы металлообработку взять не можем. Не говоря уже о кирпичах. Ой, все понятно. Но, тут нам помогают вот в чем. Наука. Продвинутые огнестрельные оружия. Конечно, будет темп отследования минус 20% на 120 дней. Но мы получим продвинутый огнестрел. Кстати, получаем его сразу или нет вопрос? Продвинутый огнестрел. Наверное, не сразу. Но, в общем, мы, скорее всего, сюда вот и выйдем. Это было бы очень даже неплохо. Что эти, конечно же, лучше огнестрелы. Еще лучше выйти в элитный, конечно. Но, это уже прям сильно элитно для нас будет. А, на этих нам претензий, значит, не дали. На весь королевство. То есть, только фабриковать. Ну, а здесь претензий уже есть. Короче, как я тогда думаю. Мне сейчас желательно, конечно, здесь авиабазы подкачать. О, 300-600. Прокачалось чуть-чуть. Но, еще желательно здесь. 300 на хотя бы 600. Значит, авиацию давайте я сюда вот влеплю. Также нужно будет еще перевести вот сюда. Вот она прокачивается. Заранее переведу. Поставить здесь. Тут, конечно, тоже авиацию можно поставить. Тут я, конечно, атаковать особо-то и не хочу. Это, наверное, больше для обороны будет. О, потеря связи. Бывает. Еще желательно как-то здесь вот по обороне встать. Вот в чем суть. Наверное, тогда я в эту вот армию. В эту всю армию. И я пож... Да, ты тут стоишь. Окей. Часть всего лишь перевелась. Эту армию я поставлю вот сюда вот. Вот таким вот образом. Пусть стоит просто на оборону. Но высток, надеюсь, они делать по нам не будут. Хотя корабли у них есть. Думаю, не страшно это будет. Сейчас эти подойдут сюда. Авиацию сюда вот я еще перекину. И, в принципе, поехали мы атаковать. Война цветов Монтисумы. Роботы Монтисумы пересекли границу, захватив наших людей и ресурсы в том, что они называют выработкой эффективности. Что мы сделаем? Соберите войска, полагаем, и бессильны. То есть тут до нас уже бычет Монтисумы. Этот робот. Искусственный интеллект. Сын, кстати, последний и единственный от Лалака. Соберите войска. И что, ты на нас нападаешь или как оно? Что-то как-то он не очень. Войска, кстати, сейчас я поставил немного по-другому. Этих я поставил сюда вот. Что тут бы они прошли бы, нас зажали. Хорошо хоть заметил. И вот они, конечно, истощаются. Ну да пофигу. Тут будем атаковать мы агрессивно. Будем перекрывать тут. А также еще и вот тут. Надеюсь, тут сделать котел. Здесь также у противника войск очень много. Я надеюсь, кстати, что он нас не пробьет. Но мне кажется, все-таки пробьет. Я думаю, здесь лучше нам встать, знаете как. Я думаю, здесь лучше подоступить, потому что фронт очень широкий. И пробьет нас здесь. Это 100%. Угу. Поединочки войска стоят, конечно, пробьет. Поэтому как-то нужно сделать. Вообще истощаться не будем, если я сюда поставлю. Угу, будем. Сюда стоять нельзя. Как тогда можно сделать? Вообще желательно закрыть еще эту сторону, чтобы они здесь не прошли. Я, наверное, поставлю все-таки как-нибудь вот так. Чтобы если что мы отступали туда за реку. И там стояли уже. Наверное, вот так, чтобы морская база была у нас. На всякий случай. Все, давайте отступаем. Угу. Встали. Ну, конечно, ситуация получше стала, но не так, чтобы прям идеально. Так, это тоже берем. Ну и тут истощаемся. Там сильно большое истощение. Ну вообще такое, нормально. Я сейчас, кстати, инфраструктуру везде строю, потому что по сути не знаю, что мне строить. Хотя электростанция была бы неплохо. Но сейчас по электричеству вроде более-менее. А, более-менее, потому что мы его вроде как закупаем. Кстати, это сейчас мы выведем вот сюда вот. Наверное, все-таки электростанцию поставлю. Ну да ладно, раз уже это поставил, давайте инфраструктуру доделаем. Плюс оно еще будет энергию давать тоже. Я же прокачу провинцию там, где электричество есть. Так что нормально, не зря. Короче, давайте нападаем. Поехали. И, оу. Они нас сразу атаковать начали. Так, подожди, авиация. Как эту авиацию я лучше поставлю вот сюда, вот на защиту. Тут проходят они, тут мы стоим неплохо. Ух ты, нифига себе, пробивают. Посмотрите. Так, наверное, здесь стоит сделать вот так вот. Проходите быстро. Не пробьют? Нет, не пробили. Тут пробили. Фиговенько. Авиация как? Авиация нормально. У них самолетов даже по сути нет. Так, а что это тут? Не вся авиация стоит. Бывает. Теперь всю ставим. Тут нас сильно пробивают? Ну, нет. Они уже устали. Зовем, конечно, войну Генту Дель Соль. Обязательно, я жду твоей высадки. И, что мы делаем? Берем вот так вот, да, атакуем вот сюда. Вот вы тоже в атаку гоните. Ну, как-то такое. Здесь оно попроще. О, готово. Вот и сделали. Ну, знаете, такой сочный котел. Давайте-ка мы его будем закрывать теперь. По потерям мы можем посмотреть. Мы потеряли 2000, а они 9 уже. Два солнца тоже зовем. Так, ну нормально. Тут, конечно, ух ты, нифига себе. Сюда вот мы... Они не идут? Нет, не идут. Становимся за реку просто. И стоим вот так, главное. Тут даже пробили, кстати. Ух ты, нифига. Давай последний рубеж я прожму. Тут тяжеловато, но сейчас мы котел закрываем быстро. И я сюда перевожу вот этих. Давайте вот так. Тут, конечно, техника, танки. Тут обычная пехота. И просто агрессивно давайте будем атаковать. Ну, план так стоит агрессивный, поэтому погнали. Здесь сейчас, давай, соединяемся. Вот так вот. Котел. Котел ведь. Все, 9 дивизий. Неплохо. Это, конечно, сейчас... А, тут пробили. Давай будем отбивать. Ну, и тут тоже закрываем котел. Что тут у нас вообще по показателям? Мы потеряли 4000, а они 28. По проценту капитуляции половина у него есть. Половина, значит, столица теперь тут. Угу. Может, как-то отсюда телепация? Вопрос, конечно. Какой сочный котел здесь? Давайте закрываем его. Значит, сюда вот я поставил сейчас синих. Прорываются они здесь. Также я сюда поставил красных. Будем здесь... А, так столица уже... Еще чекалька взята. И все? Вау, вот так быстро! Ну да. Чего я удивляюсь. Я же сам в начале Сирии сказал то, что захватим эту часть. И это не придется, потому что это не национальная территория. Так, ну, в принципе, что можно здесь сделать? Вообще, насчет марионеток. Мне кажется, что лучше будет под Легионом, как Римская империя. Самая большая страна в мире. Ну, в ее время. И вот мы сейчас типа Легион, типа Римская империя. И стать самой большой страной в мире, это в нашем, конечно же, мире. Там есть, конечно, мир и за океаном. Но вот в известном нам мире. Я вот думаю, что стоит все это дело захватить целиком себе. Вот таким вот образом. Секретный клад, кстати, достижения. А что это за достижения у нас? Заработайте 10 тысяч крышек любыми методами. У нас 11 тысяч, кстати, нормально. Насчет, кстати, Вице-Королевства, это чуть позже. А Клахома тоже. Это не особо важно. О, какой здесь красавчик. Вроде такая плотненькая страна. Было бы неплохо ее хапнуть себе. Но опять же, Восток, это на Восточный Легион. Хотя у нас здесь и свои территории есть. Но тем не менее, оставим это ему. Сейчас у нас, наверное, будет пускай разборка с белой когтями, потому что они нас просто предали. Понимаете, в чем суть? Если бы не мы, они бы такими не стали. Бывает, помогаешь-помогаешь, он просто от тебя потом уходит. И все, занимается своими делами. Так поступать не надо, поэтому сейчас мы будем с ними разбираться. Бог среди людей. Вызов, что был брошен Цезарю самой судьбой, через опухоли ужаса гражданской войны, наконец-то открыли ему глаза. Что толку подражать прошлому, если на его ошибках тоже не учился? Раньше он был уверен, что истинный путь лежит через уроки Рима и мощь его древней империи. Но, возможно, новый взгляд на его историю и должное переосмысление... Хм... Гражданской войны, кстати, не было. Мы так как-то ее перешагнули. Экономическое восстановление, ага, понимаю. Давайте-ка выйдем в тезис. Для укрепления нашей власти необходима обширная реформа нашей философии. В настоящее время племена в области, составляющие наши земли, считают себя неполноценными членами нашей империи, а просто данниками под нашим каблуком. Отныне мы дадим всем знать, что они не просто поданы нашей власти, а гордые граждане легиона Цезаря. Прирос политвласти, прирос населения, также еще и стабильность. А нам можно, пожалуйста, как-то перешагнуть на следующую группу? А, вот, Академия. Это у нас уже исследование цивилизованной категории. Так, в электронике, конечно, только. А тут граждане Рима. Ага. А можно ли что-то еще? Кстати, отказ от автоматизации, тут ограниченная техника. То есть, уже, кстати, неплохо вполне. А, блин, надо было эти фокусы еще раньше взять. Я что-то их на второй план отложил. А тут такие бонусы. Вот, смотрите, тут еще нам откроют, а дальше исследования. Еще бонус какой? Максимум фабрик, скорость строительства, военных заводов, фабрик. Так, перепись, разве паразитов, арсенал. Все, выходим сейчас. А куда лучше, наверное, сюда выйду. Потом, да, сюда. Так вот и поступим. А, чтобы сюда выйти, нужно контролировать Шедисенс. А это у нас НКР. Причем даже столица НКР. Поэтому, давайте-ка выйдем его вот сюда. Сюда, кстати, у нас получится. Просто будет подольше. Зато сразу мы здесь два расширения получим. Да, тогда придется Шедисенс вот здесь они находятся и брать. А потом уже брать этот фокус. По войскам, кстати, у рейнджеров, не так уж и много, и у НКР дофига. И у Белой Когтей тоже дофига. Но НКР все же, конечно, больше. Но потренируемся мы сначала на вот этих вот. Перед войной с НКР. Это самые здесь пока две сильные самые страны. Ну, не считая нас, конечно. А в Штанонское братство, ну, ему как-то плохо. Что это? Это Илай. А, вау. Серьезно, болотники затащили? Нифига себе. Кто нас тут помнит компанию-то из-за болотников? Я не ждал то, что бот тоже ее сможет провернуть. Вы серьезно? Ни разу такого не видел. Серафимы. О, здравствуйте. Обычно тут, ну, то ли троллей душат, то ли тролли тут что-то делают, а чтобы прям болотники. Ну, это молодцы, конечно, постарались. Все, претензии у меня есть на Вице-Королевство. Захватим давайте-ка мы здесь с трех сторон. Тут я войска не ставил. Пусть они сюда вот, короче, проходят. Гуляют по нашим территориям, а мы заодно захватим их территории. Нападаем. Ну, и претензии, конечно, давайте кинем на белокогти. Возвращение территорий 70 дней. Завоевание 140, захват региона 70. Ну, это возвращение. Как раз он, у нас же претензия есть, поэтому... О, на вот эту претензию. Поэтому претензии сейчас обрекуются по-быстрому. Авиация здесь стоит у нас? Ага, стоит. Думаю, то, что, в принципе, как бы, ну, погнали. Все, здесь будет легко. Также в наших войсках я заменил полевой госпиталь на поддержку снабжения, потому что, ну, по людским ресурсам у нас все хорошо, а вот по истощению такое себе. Кстати, там по прокачке-то логистика... А, у меня такая единичка стоит. Понятно, почему она особой ситуации не исправила. Прокачим дальше. Вот, а то мы там тоже на севере истощаемся. Ну, и инфраструктуру прямо сейчас по полной программе здесь прокачиваю, поэтому должно быть нормально. Так, гентиндольссор, нет, сюда тебя звать не буду, не надо. А ты еще сделаешь высоко в столицу, рвешь кусок. Еще этого не хватало. Ну, и, кстати, по той самой пушке продвинутой мы его вот получили. Дальше, конечно, хотя бы вот это вот взять, но... Нет, не дают. Все, вице-королевство наигралось. Забираемся полностью. Готово. Ну, вискапы здесь сейчас стоят, потому что они нам, по сути, не нужны. А хотя, подожди-ка, а тут что? А тут... А вот сюда их нужно все-таки будет сейчас поставить. Так, вот тут... Давайте-ка я, пожалуй, вот этих вот, у них как раз техника же есть. Вот их и поставлю вот сюда. Вот таким вот образом. Все, и пусть они здесь просто стоят. Больше здесь перехода уже нету. Странно, что вот тут прям куча, а тут прям нету. Хотя визуально река, она по размеру одинаковая везде. Так, ну, в принципе, нормально. Все, сейчас делается здесь претензия, и мы сразу нападаем. Ну, половину мы уже его, считайте, захватили. А, тут еще север есть. Ну, в общем, по капитуляции больше половины. Осталось взять сейчас Ньюханан. Пойдем-ка сюда вот лучше. Давайте. Как-то вот так вот. И берем его. Что по капитуляции 73%. Так, давайте-ка сейчас вот сюда вот теперь встанем. Давай-давай-давай, подойди. И пройдем столицу теперь у тебя здесь. Ну, погнали, может, вот так. А, так тяжеловато, конечно. Сейчас давайте пачку войск возьму и сразу ее кину сюда. Ну, и здесь дальше тоже проходим. Тут тоже. По потерям у нас 3000, у них 64000, при том, что я атаковал на максимально агрессивном автоплане. Здесь-то мы взяли столицу, а дальше она тут. Это, кстати, убежище Эден. А, ну и этого хватит. Причем мы даже добежать до него, скорее всего, не успеем. Ага, не успели. Ого, у тебя штормометов. Ну, и тебя целиком я тоже беру, да, захватываю. Опа, готово. Ох, какая мы теперь жирненькая эта страна. Больше, чем половина всей карты у нас в руках просто. Я бы еще с шифрами разобрался, потому что, ну, типа, как бы, так, захват регион 95 дней. Потому что они захватили Наваху, это наша страна, наша марионетка. Они взяли и захватили. Побыстрее мы с ними разберемся, думаю, проблем вообще никаких не будет. Ага. Ну, а следующее, что нас ждет, это уже НКР. Граница идет вот отсюда. Вот так. Гента Даль Соль, готовься. Выставки от тебя мы ждем. Но пока что давайте шифры. А, вот, кстати, земля Наваха. Со времен Великой войны Наваха пытались использовать реку Колорадо, но рейдеры препятствовали прямому доступу к ней. Мы можем направить реку к Наваха. Они станут использовать ее для земледелия. Также они смогут использовать ее для дальнейшего промышленного развития, эксплуатируя старые угольные шахты для улучшения своей промышленности. Прикол в том, что здесь Наваха нету. И мы его будем пытаться делать. Вот, а это заранее вообще. Сокрушите рейдеров и направьте реку. Сейчас сокрушать рейдеров придется, как бы... Ну, это, конечно, не особо-то и рейдеры. Хотя я про шифры вообще не в курсе, кто это такие, но не какие-то странные, на самом деле. Это, по-любому, не рейдеры. Но то, что они сделали, это по-рейдерски. Так что сокрушить можно их, направить реку, возобновление угледобычи. Давайте сокрушим и направим реку. На это здание уйдет 180 дней. Окей. Сейчас, кстати, взял я еще здесь у нас бонус на скорость строительства. Тут же у нас два советника экономических, а я про них забыл совсем. И тут плюс пять. Может, двоих еще взять? Будет бонус прям офигеть, какой огромный. Ну, ресурс увеличивать у нас смысла нет, потому что у нас их и так куча. И закупаются у нас... Короче, хватает у нас продавать их, поэтому смысла повышать нет. Лучше я вот этих вот двоих возьму. О, инфраструктуру-то мы... А, уже достроили. И туда... Слушай, так давай-ка везде инфраструктуру будем строить сейчас. Тут особенно, потому что даже будем воевать. Она нам очень сильно будет нужна. Так, давай-ка вот тут, вот тут, вот тут, под шифрами тоже. Слушайте, так у нас под десятку будет. Сейчас везде. Это Сирия просто завидует. Ого, у нас фабрик, офигеть! Офигеть у нас фабрик. Нормально. Новая Калифорнийская Республика объявляет на войну. Я хотел сказать, с такой-то скоростью я только паузу убрал, а у меня уже вон. Половина, считайте, почти построилась. На нас напала уже инкары прямо сейчас. А шифры? А шифры, ладно. 50% шифры подождут. Я ждал, что на нас они нападут. Но я думал-то, что еще успеем шифры мы захватить. Чё делать с инкар... Я сюда... Да, я так ждал, что вообще ни чуточки войск сюда не подвел. Нормально, я ждал. Супер. Так, кто здесь у нас? Вот вы. Кто ближайший вообще? Красный. Красный, быстрый. Так, ну пока рейнджеры сюда не та самая. Сюда. Вот эти пускай вот сюда вот. Дальше вы. Не знаю, смысл ставить, сейчас сюда есть какой-то или нет. Потому что, ну, типа они же все равно пройдут сейчас. А дамба Гувера... А чё-то она под ними, кстати. А, или мы ее им тоже отдали. Блин, мы когда поражали отдать территорию, мы, наверное, отдали им и это, и дамбу. Потому что я смотрю, решений на ее улучшение нету. Скорее всего, просто мы ее тоже отдали, я даже не обратил на это внимание. Ну, вы-то заметили, это по-любому, 100% в комментах уже написали, но... Капец. Нормально. Ладно, пусть сейчас войска будем подводить свои. То есть сюда нужно подводить. Но НКР, конечно, по красоте все сделала. Прям спину ударил, когда я этого не ожидал. Ну ладно, знаете, даже интереснее так будет, на самом деле. Так, и здесь тоже подходим, давайте. Все готовы. А, а вы-то... Ой, а вы-то далековато. Капец, ожидал я войну с НКР. Сейчас мы так хорошо, так по сути, отступим. Хорошо отступим, и придется отбивать нашу территорию, потом уже их хватать. Они быстро проходят, кстати, а? Капец. О, сделка на Дэнни. В пути жизни Дината конфликтует с учением Легиона. Ходящие в шкурах на вах конфликтуют с фуроментариями, поскольку их зависимость от пип-боев, стимпанков и стелс-боев резко контрастируют с недоверием Легиона к технике и медицине. Хотя, может быть, сейчас более-менее же. Более того, Навахо препятствует арбатурговлей и выступает буфером между Легионом и племенами на севере. Цезарь придумал новые планы, дабы успокоить неспокойный нрав Навахо. Послав Эмиссара, ретарианец Луций предложил отправиться на север с дарами мексиканского хлопка и серебра из Нью-Мексико, пообещав, что Цезарь будет продолжать считать народом Навахо. Мир с тобой, страх удержит их возле. Но, на самом деле, давайте через страх. Ничего страшного, я думаю, не случится. Тем более, этих Навахо сейчас нет. А но сейчас давайте выйдем, наконец-то, на запад. Мечта Цезаря, наконец-то, будет воплощена в жизнь. Ее отождествляют тысячи ног, что маршируют в сторону западных границ в виде надушного желания пролить кровь плутократов и их жалких прихвостений. Естественно, мы приходим не только как завоеватели, но и как освободители. Поэтому народы Калифорнии будут нам благодарны. Выжившие, так точно. Маршрут, кстати, верно. Ну, мы уже примаршировали, кстати, по большей части. Ну, а здесь, кстати, они куда-то делись. Давайте пройдем. А, о, вот где они. Нормально. Так, давайте-ка сейчас подойдем вот сюда вот. Часть войск я все же оставлю здесь. Таким вот образом и потопали вот сюда. Так, тут мы держимся. А тут, конечно, такое себе. Тут нас более-менее пробивает. По авиации, конечно... Блин, тут места нету для авиации. Это надо прокачивать сейчас быстро авиабазы эти. Давай тут, тут, тут будем и тут. Сразу их наверх поставлю. И авиацию нужно будет сейчас распределить по-нормальному. Ну, а здесь в целом, хоть и пробивают, но не очень-то и быстро. Так что нормально вообще. Так, часть войск здесь, часть здесь. А это у нас, кстати, Гентодельсоль подошел. Подожди, а что насчет высадок? Гентодельсольчик. А, я не плачу, пешком бежите. Ребят. А, ЖД использовать не желаете? А, тут же, да. У них сломалось, в общем-то, это дело. Давайте их поставим, пожалуй, кстати, вот сюда. Тут желательно последний... А, последний рубеж я не прожму. Ну, понятно. Вот они. Так что давайте их сейчас туда вот влепим. Сразу эту тройку я подведу. Не просто так же она тут стоит. Давай, в темпе. Быстро, быстро, быстро встань. Ай, выбивают все равно. Не, ну теперь нормально будет. Во. И она будет здесь проходить. Тут пока что, да. Тут пока что держимся. Наверное, нужно сделать будет больше войск, чем я сейчас, в принципе, и займусь. По логистике у нас просто дофигища всего. Пехотное снаряжение скоро вообще миллион будет. Поэтому нужно поставить сейчас новые войска будут делаться. Тут, кстати, желательно их пробить. Получится-то у нас. Они, конечно, здесь жестковатенькие, но все нормально, да. Выбьем сейчас моих отсюда. Тут желательно нормально постоять. Наверное, я сейчас еще часть войск перекину сюда. Давайте это сделаем. Вот этот одна и еще двойку. Здесь я сейчас авиацию лучше расфасовал. Тут я делаю авиабазы. Строим мы их. Кину сюда больше тоже авиации. Насчет новых дивизий. Давайте будем делать танковые. По ледским ресурсам все, в принципе, нормально. 12 танковых дивизий. И давайте 12 механизированных. Я бы, конечно, еще бы разогнался. Но пока ледские ресурсы... Хотя у нас их и должно хватить. Сейчас я еще национализирую провинции. И нормально будет. Давайте-ка еще 12 танковых. Ну а... А, 7. Давайте 6 еще тогда механизированных. Потом сделаю еще. Так, и насчет людских ресурсов. По национализации. Прожимаем тут. Где еще могу прожать? Тут. Тут. Просто можно прожимать только те провинции, которые граничат с нашими национальными. Ну и все. Пока политвластий у нас нету. Но 60 тысяч людских ресурсов пока что. Так, насчет вот этого. Я думаю, здесь можно пройти до дамбочки. Давайте так вот сделаем. Опа. Проходим теперь сюда. И здесь мы их закрываем. Три дивизии, конечно, но, знаете, тоже неплохо. Они, кстати, даже исчезают. Может быть, уже автоплан стоит нажать тут. А давайте это сделаем. Они тут немного себя плохо чувствуют, кстати. Кстати, ну хорошо проходим. Давайте-ка вот сюда и быстренько сейчас вот так вот пройдемся по побережью. И должны мы их закрыть сейчас с двух сторон. Они и так исчезают. А, так отлично. Ну а котел все же, знаете, по традиции провернуть надобно. Хоть они и так исчезают. Значит, закрываем. Готово. По потере можно посмотреть мы 2000, а не 27. Хух. Вот так. Но Восточный Легион, Матери Бризнецы, участие в этом всем не принимает. А им-то и не нужно. Зачем? Так, сейчас тогда все это дело получше я расставлю. Давайте-ка поставлю сюда вот. И начну пробивать уже сюда вот на автоплане. Ну и часть я, конечно, перекину, пожалуй, вот сюда. И часть еще вот сюда. Тут тоже будем пробивать. Все, атакуем, ребят. Через реку получится, интересно. Ну как-то... А если постараться? Если постараться, то все равно не идет. Тут двушка может прямо по ней долбануть сейчас. Может четыре стоит. Не, пока здесь не можем атаковать. Ладно, постоим. Пока что постоим. Вот здесь нужно будет что-то сделать, поэтому танки лучше пока что сюда кину. Так, тут. Тут все, в принципе, нормально. Уже нас они особо не атакуют, кстати. Ну а тут пробили. Тут фигово. Ну что, новые войска сделаем. Можно их будет сюда вот поставить и прямиком вот так вот пройти до Шидисенса. Думаю, здесь будет проще, чем через эту реку проходить. О! А вы не хотите все ЖД использовать, ребят? О! Нажалось. Работает. Нормально. Давайте быстрее сюда. Тут тоже сейчас будем сразу атаковать. Так, только держитесь. Тут мы сейчас закрываем до конца. И еще с территории дамбы тоже нужно сейчас будет планно чертить. С дамбой мы будем идти, ну, тоже в эту сторону. Там нужно было Дор Сити обратно себя отхватить, потому что фокусы не могут дальше на запад прожимать. Они требуют его владения. Пусть пока немного поубиваются об нас, а то я не могу нормально атаковать, когда они нас атакуют. Вот, давай подъезжай, 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 молодец. Так, ну а здесь можем ли мы как-то вот так вот сделать? Закрыть их, чтобы еще раз прокотлить. Оп, котел готов. Неплохо. Ну и желательно как-то здесь вот пробиться сейчас. Держи-ка его. И минус еще, ну, эти скорее всего плывут. Надо поставить сюда наши корабли... А, корабли все уничтожили, понимаю. Тут дофига кораблей, вот их можно поставить. Ну, конечно, с их авиацией бороться мне дискомфортно, на самом деле. У них 4000, здесь мне 248. Так нам еще помогают? Хм, кидают вон, ребят. А, подожди, так здесь авиацию вообще не используют. А почему мы здесь не используем свои? Давай под... А, во, прилетело. Ну, знаете, ситуация как-то особо не исправила. Такой себе. Но превосходство при том у нас в воздухе имеется, потому что у нас с воздушной атакой маневренности скорость больше. И мы их тысячи просто самолетов... А, у них глайдеры, что ли, какие-то? Ну, можно глайдеры, но мы тащим. Оно за месяцы. Перехвачено бордировщиков, но это наши перехвачены. Мы их чуть-чуть, но все равно неплохо. Потому что главное то, что у нас есть превосходство. А, значит, можно будет спокойно атаковать. Эти войска я уже, наверное, поставлю здесь. Давайте-ка. Сделаю сейчас армию еще одну. Ну, конечно, без фельдмаршала будет, потому что тоже максимум. Так, ну тут... Давайте вот я его поставлю. Атака дивизии, конечно, мин... Ну да, фигня. Нормально у него бонусы. Вот сюда ставим. И погнали. Нам нужно будет сейчас Шиди Сенсу взять. Потому что столицу с падением Шиди Сенсу задали, что будет уже легко. Пусть пока подходит она. По истощению здесь... Да, по истощению, конечно, такое себе. Но ничего, потерпим. Ох ты, я просто... А это что такое? А это у нас что такое? Подожди, а где наша вся армия? А, вот эта убежала сюда. Я понял, они просто сюда вот убежали. Как неприятно. Взяли они да убежали. Супер. Так, эти сюда, эти сюда. Я не знаю, это сейчас нужно будет как-то пытаться уводить эту армию. Там, походу, фронт сломался или типа того, и они просто взяли и вышли отсюда. Класс. Короче, этих давайте своруем, пересечем реку и будем давить с этой стороны. Ну, эти тоже давайте занимайтесь тут убивать. Кстати, авиация. А, я же здесь корабли поставил, и мы сбиваем их авиацию. Потому что она на корабли здесь направлена. Ну, а здесь уже я влепил атаку и просто поехали. О, они сейчас должны дохнуть на самом деле. У них уже прочности не должно хватать, потому что наши танки имеют такую атаку большую, что их войска уже должны не смочь просто отступать. По сути, да, это мы и наблюдаем. Так, по потерям у них 74 тысячи, у нас 3 с половиной. Тут, конечно, нашу... О, о, хо-хо, столицу не взяли, кстати. Молодцы какие. Так, ну, войска новые сейчас буду делать. Дополню здесь их. И также поставлю новые сюда. Ну, здесь нужно атаковать сейчас. Получится у нас. Давайте. Вот. Все, здесь мы закончили. И тут пока просто стоим. Ну, поеднички, конечно, тут наши войска расположены. И кое-где даже дырки есть. Но зато сейчас все равно мы их сдерживаем. Так что нормально. Главное сейчас это здесь атаковать. Уничтожить рейнджеров. Дойти до Нью Рино и Шейди Сенс. Но получится ли это у нас все провернуть, мы узнаем уже в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моду на русском языке нашу группу ВКонтакте. Пишите там просто на сцене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте вседомление, чтобы больше не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы. А также играйте с нами в мультиплеерные партии или просто общайтесь с наших серверов в Дискорде, посылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи.